Для следующего действия такой прикид явно не понадобится. Вот так вот, как настоящие военные. Правда в рубашке. Ну и так сойдет. Ну и самый главный, да? Поехали. Это не музей, не выставка, это огромная интерактивная площадка. На каждой локации можно брать в руки тяжелые винтовки, мерить амуницию, а для самых маленьких есть лазерный тир. Те, кто постарше, могут научиться собирать и разбирать автомат Калашникова. По нормативам 36 секунд это 5, 42 это 4 и 46 это 3. Последний раз этим делом я занимался в армии, и тогда мне действительно казалось, что солдаты должны только уметь разбирать и собирать автомат, стрелять, и как он работает вообще не обязательно. Ну давайте попробуем вспомнить это. Так, что есть предохранитель. Ну собственно все, да, получается здесь. Я не засекал, но это было очень долго. Я все разобрал хоть? Да. Но меня бы в наряд отправили за это. На фестивале работает локация с компьютерными авиасимуляторами. Тут можно попробовать справиться с управлением практически любого судна, от легкомоторного кукурузника до реактивного лайнера. Первый раз летаешь? Ну первый, да, ну так в принципе знаком, онлайн симуляторы всякие есть, похоже. Сейчас что-то самое сложное, да? Ну посадка, да, одно из самых сложных таких. Сразу после Кирилла место капитана воздушного судна занял я. Так, друзья, сейчас кружочек над Красноярском и домой возвращаемся, все нормально будет. Примерно за 5 минут на самолете Второй мировой войны я долетел до аэропорта Черемшанка, после нужно было возвращаться. Заходим на посадку, давайте разрешение на посадку, все. И касание, касание есть, немножко болтануло, не туда, не туда, не туда, где педаль? А в этих витринах хранятся фрагменты истории Великой Отечественной войны, школьные поисковые отряды, которые ежегодно выезжают на поиски останков русских солдат, чего только не находят по слоями земли. От расчески до метровых артиллерийских снарядов, каждый из этих вещей хранит в себе часть героизма и боли того времени. Это саперная лопатка нашего бойца. Посмотрите, она пробита, 7-8 пуль пробили ее насквозь. Мы провели исследовательскую работу, собственно говоря, как так могло быть. Неужели была такая плотность огня в этих местах? И нашли воспоминания ветерана, где он пишет, что многие бойцы, когда шли в атаку, чтобы хоть как-то закрыть себя, защитить лопатку, засовывали черенок лопатки за пояс ремня, чтобы хоть как-то прикрыть самые уязвимые места. Российский патриотический фестиваль продлится до 23 февраля. Для всех желающих вход бесплатный. Антон Шевчук, Сергей Кашин, Афонтова. Новости.